книга открытым оком первый тон тема крещение вопрос 84 что входит в обязанности поручителя статус поручителя хорошо описывается в житии зои и некострата святого севастьяна уверовавший во христа человек так это у нас крестово-сдвиженской общине города барнаула телефоны 24 38 46 35 32 42 подает письменное заявление по установленному образцу где говорится что человек сознательно уверовал принял христа как своего спасителя обещается ходить на занятия по изучению святого писа священного писания и исполнять посты православной церкви и прочее после этого ему дается два поручителя из членов общины мужчины братья женщины сестры по два человека поручители бывает у него дома ознакомиться с семейным положением познакомиться с родственниками побудут на работе узнают отзывы о нем по месту учебы или работы примерно через месяц если нет замечаний мы подготавливаем его чтобы он был одет по форме и разрешаем прийти к нам на богослужение мужчины обязательно подпоясаны рубаха на выпуск по русскому обычаю у женщин на голове два плотка под булавку и длинное платье крайне выше 10 сантиметров от земли с украшениями косметикой бродобритием покончено раз и навсегда это даже не именуется после богослужения человек вместе с поручителями подходит к священнику и подает свое заявление священник проводит с ним первый разговор и спрашивает поручителей и если нет препятствий принимает заявление с того момента он вписывается в число оглашенных со всеми правами и обязанностями своего положения выходит на при возгласе оглашенные изъедите платят десятину и так далее его вводят знакомства со всей общиной у нас еще есть такой порядок хорошо знакомые люди но еще не готовые стать оглашенными могут получить разрешение прийти на нашего богослужения до трех раз далее им советуется при постоянно далее им советуется или постоянно ходить к нам в этом же статусе гостя или мы отказываем ему вправе приходить это делается для того чтобы человек не жил как перекати поле как сквозняк но чувствовал собой обязанность один день посвятить богу ходи в любой храм московской патриархии но только не пропускай богослужения поручители занимаются соглашенным помогает ему в его духовном росте в разрешении его вопросов и не урядит срок оглашения от трех до пяти лет срок обучения примерно пятьсот пятьдесят полных часов но если человек давно верующий и все знает то срок оглашения сокращается до нескольких месяцев один из поручителей может быть крестным духовным отцом или матерью